Приветствую вас. Ну, так вот, знаете, сходу прям я бы сказал, что осваивать навыки бесконфликтного общения, вот, наверное, в первую очередь, и брать на себя ответственность за тот вклад, который вы с вами, ну, грубо говоря, вносите в ссоры по факту. Понимаете? Вот. И это, наверное, вот то, на сколько вам нужно, ну, обратить свое внимание, в первую очередь. Понимаете? Вот, это то, что, ну, для начала вам я могу ответить. Дальше уже идет такая история, как, например, что, ну, какого мужчину вы выбрали, да? Вот. На каком основании, как вы устраивали отношения с человеком, понимаете? И все вот это вот нужно разбирать и смотреть. Смотреть нужно также и на то, ну, какие конкретно приемы, да? Воспринимается вашим мужем, ну, так сказать, эффективно, да? Вот, чтобы можно было, ну, эффективно с ним взаимодействовать. Вот. И пока, пока эта история. Понимаете? Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Также, также очень важным моментом является то, как вы реагировали изначально на его претензии. Это первое. Второе, это то, откуда у вас, ну, желание обрадоваться, то есть, ну, из-за чего у вас есть желание обрадоваться. Вот. То есть, это чувство вины и так далее. Вот. Поэтому тут вот нужно смотреть. Тут нужно смотреть. И анализировать все эти вещи и после уже давать вам рекомендации. Вот. Вполне возможно, что у вашего мужа есть какие-то проблемы. Вполне возможно, что выброс не научились человек, а как-то вот с вами взаимодействовать адекватно. Вполне возможно, что есть еще какие-то аспекты, которые, ну, по той или иной причине, ну, по той или иной причине, вы не обратили внимания. Но, тем не менее, это важно. Вот. Так что нужно осмотреть. Можно, в принципе, в том числе поставить вопрос еще и... Так, а неужели, там, например, самое важное для вас, да, вот, ну, по факту, например, единственное, о чем вы можете поговорить с своим мужем, да, это вот про... Ну, какие-то, ну, про какую-то, ну, про какую-то бытовую ссору. Вот. Понимаете? Так что... Нужно смотреть. В общем-то. Наверное. Нужно смотреть. И дальше уже как-то вот этот момент исследовать. И дальше уже вам, ну, можно будет как-то, как-то помочь. Вот. Дальше вам уже, ну, можно будет уже, там, что-то для вас сделать. Если вы понимаете, конечно. А что будет сречь? Вот. Ну вот. В принципе, наверное, все. Так вот, такой ответ. Сложно, наверное, добавить будет что-то еще, потому что информации вы поставили себе достаточно мало. Вот. Эм... Муж чувствует угрозу. А вот он, ну, агрессирует на вас, соответственно, что-то угроза есть. Вот какая-то. Он чувствует угрозу. Это тоже важный момент, потому что... Его тревожит и в чем он для себя ведет угрозу конкретно. Но все на это нужно обратить внимание, Екатерина. Вот. Так же можно, в принципе, посмотреть на вашу совместимость с позицией взаимодействия, вот. И подкорректировать, чтобы вы знали на что конкретно. Обратить внимание, чтобы наиболее эффективно общаться. Вот. Опять же, вы поймите, что поиск компромиссов, он предполагает стремление обоих партнеров к этому. Вот. Ну, именно обоих, не одного только. Один... Мало. Достаточно, что можно сделать, к сожалению. Вот. На этом все. На этом все. И... Екатерина, я надеюсь, что... Вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Мы... Продолжение следует...